Итак, внимание! Сейчас вы увидите один из тех арматовских номеров, которые широкой публике не показывали ещё никогда. Вот сейчас мы идём по трассе со скоростью около 40 км в час. Рядом с нами движется армата, и при этом на этой же, на нашей скорости, она успевает вращать башни на все 350 градусов. Обратите внимание, насколько плавно идёт это движение, насколько уверенно танцы расчувствуются на дороге. И вот тут требуется ещё одно объяснение. Называть армату танком не совсем корректно. Правильнее говорить, платформа, которая состоит из стандартного набора. Защищённый корпус, плюс ходовая, двигатель, коробка передач. А дальше поставишь на эту платформу башню с пушкой, получится танк армата, или Т-14. Поставишь боевой модуль с пушкой поменьше, будет БМП армата, или Т-15. Откажешься от пушки и установишь кран, выйдет фронтовой танковый автосервис БРЭМ, что расшифровывается как бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Только когда все три машины собираются вместе, только тогда, от начала до конца, понятны все отличия. А сейчас мы вам покажем номер, который не может повторить ни один другой российский танк. Поехали! Это называется вращение на месте. Обратите внимание, танки, когда крутятся, они вообще не выходят за своей габаритой. Армата идеально точно стоит на своем месте, словно привязанная. И это значит, что в бою она совершенно свободно может развернуться на 180, на 360 градусов. И этот номер не может повторить никто. Позволяет машине двигаться задним ходом с такой же скоростью, как и передним. Сколько передач у Арматы? 8 передач вперед и 8 передач назад. 8 передних передач и 8 задних. Это, конечно, здорово, но не слишком ли сложно управлять такой техникой и не только в бою, а просто на дороге? Как выглядит Армата снаружи, вы наверняка видели на параде, но вид изнутри до сегодняшнего дня был засекречен. А вот сегодня у нас, да и у вас есть уникальная возможность погрузиться внутрь знаменитой арматовской капсулы. Так, ох, тяжеленная-то какая крышка. Это я на что место забрался? Вы находитесь на месте командира танка. Надежное место. Конечно, все сделано для обеспечения защиты экипажа. В таких условиях вам придется и жить, и служить в скором будущем. Судя по количеству кресел, экипаж Армата – это 3 человека. Для сравнения, и американский «Абрамс», и немецкий «Леопард», и израильский танк «Меркава» управляются группой из 4-х человек. Впрочем, вернемся к теме вождения. Тут у нас место механика-водителя. Так точно, рабочее место механика-водителя. Надо сказать, что здесь посвободнее штурвал. Как им пользоваться? Есть регулировка в положении по походному, по боевое. Можете вытянуть на себя, зафиксировать. Удобно. То есть я подстраиваю подрост? Подрост под режим управления. Две педали, газ и тормоз, коробка передач, спидометр, тахометр. Тут все, как в обычном автомобиле. Но самое главное, вместо привычных танковых рычагов на Армате штурвал управления. То есть еще раз скажите громко для всех танкистов, что здесь уже нет никаких рычагов. Руки у механика-водителя только вот на этих рукоятках штурвала. Да, здесь рычагов нет. Руки у механика-водителя на рукоятках штурвала. Долго они об этом мечтали. Еще одна приятная новость для будущих танкистов. В Армате комфортные кресла. Не сидишь, а почти лежишь, как в гоночном автомобиле. Максимально сколько времени должен находиться экипаж вот в такой позе? Требования заданы тактико-техническим заданиям Министерства обороны. Как минимум экипаж в течение суток может вести сутки безвыходную из машины работы. Не вылезая отсюда? Да. Именно поэтому и выбрали вот такую удобную посадку, чтобы ни руки, ни ноги, ни спина не затекали. В том числе из этих соображений. Но абсолютно верно, главные требования – это эргономика. И вот тут, сидя на месте водителя, пришло время рассказать про ЧП на репетиции парада. Дело в том, что главный герой этой истории – не сам танк, а механик-водитель. Танк не заглох, он просто остановился, потому что механик-водитель пытался выровнять машину по линии возле мавзолея. И абсолютно случайно, на мой взгляд, здесь не его вина, он, безусловно, как и все люди, переживал, волновался. Он случайно нажал на педаль тормоза. Тем самым практически просто остановил машину. А после этого, когда остановил машину, он не смог сориентироваться. И смотря на всю сложность конструкции, управлять им должен человек, обучавшийся вождению всего один месяц. У нас автокурсы длятся два месяца, а тут за один нужно научиться управлять танком. Ну хорошо, каст тормоз новичок освоит. А если по тебе стреляют, что тогда? Вот представим такую ситуацию, «Армата» на поле боя. С одной стороны подлетает одна ракета, с другой стороны другая. Вот что делает экипаж с этими ракетами? Нет, экипаж ничего не делает. Все... экипаж просто физически он не успеет среагировать. С «Арматой» — это автоматика? Все системы активной защиты, они работают автономно, без участия экипажа. И у экипажа своя задача. Задача — это... «Армата» сам сообразит и уничтожит эту ракету. Именно так. Задача экипажа — в соответствии с задачами тактическими, поиск, обнаружение целей, распознавание их, максимально быстрое уничтожение. Гранатомет, противотанковая мина или управляемая ракета разносят даже самый защищенный танк в клочья. Гибель экипажа и машины гарантированы. Но так было до появления «Арматы». В новом русском танке ни одна, ни две, ни три, а сразу четыре системы защиты. Первая — это новейшие стелс-технологии. Материалы и краска, которые делают танк невидимым для радаров. Вторая — это активная система защиты или средства радиоэлектронной борьбы. Они создают непробиваемый электронный щит для всех типов самонаводящихся ракет и противотанковых мин с магнитными датчиками. А если противник попытается, например, замерить расстояние до танка лазерным лучом, защита выпустит дымометаллическое облако, и танк исчезнет в нем. Наконец, третий пункт — это броня, которая дополнительно усилена снаружи четвертым фактором — динамической защитой. Причем такой сверхнадежный четырехслойный пирог есть и у танка, и у БМП. Более того, ни одна другая машина пехоты прежде не имела такой защиты, как «Армата». Это значит, что впервые в истории БМП может идти в одном строю с танками и даже высаживать десант на передовой. Раньше такого нельзя даже было представить. Слишком уж тонкая броня у обычной машины пехоты. Впрочем, вернемся к нашей компьютерной игре со стрельбой. Для этого мы снова погружаемся в люк. На этот раз разработчики танка обращают внимание на группу мониторов. Любой солдат, изучивший матчасть, в течение короткого срока может освоить работу подобными системами. Учитывая то, что интерфейс максимально приближен к современным средствам мультимедиа. Интерфейс настолько простой, что, ну, ребенок может. Абсолютно верно. Сенсорный экран, многофункциональные органы управления. Все доступно, понятно. И хотя экипаж «Арматы» три человека, полностью управлять танком можно и вдвоем. Командир может вести огонь всеми имеющимся на борту средствами без помощи наводчика. И это тоже очередной рекорд «Арматы». Смотрите, я сейчас поднял прицел практически на небо. То есть она как и зенитная установка может работать, эта «Армата». Есть дистанционно управляемая пулеметная установка, которая интегрирована с прицелом командира. Пулемет – это, конечно, хорошо, но мы понимаем, главное в танке – пушка. Кстати, свое имя «Армата» получила о древней русской пушке 14 века. Слово это латинское и означает «оружие». Здесь абсолютно новый тип пушки установлен. Это последняя модификация 125-мм пушки. Она специально создана для необитаемого боевого отделения. Могущество этой пушки значительно повышено. Применены новые материалы, повышено давление, которое возникает при выстреле. Говорят, что есть возможность поставить сюда пушку еще большего калибра. Да, есть такие планы, о них уже говорили. Действительно, модульность конструкции и унифицированные интерфейсы боемодуля позволяют вот эти мероприятия модернизации реализовывать относительно быстро и легко. И в том числе и вот эти планы по установке более мощной пушки. Впрочем, и штатная пушка – орудие «Грозное». стреляет точно в цель на 5 километров в любую погоду и в любое время суток. Ну что ж, пришло время испытать главное оружие главного танка страны. Ну а вот сейчас будет знаковый момент, то, что даже здесь на Уралвагон-саводе видели немногие танки. Армата открывает огонь. Ох, говорят, шарахнет. Все поэтому... Ну, как вам результат? По-моему, очень даже неплохо. Результат хороший, впечатляет. Мне нравится. А вот эти линии – это что такое? Это оперение стабилизатора снаряда. То есть такой характерный след оставляет. То есть для того, чтобы снаряд в полете не закрутился, держался ровно. И видеть со стороны – это одно и совсем другие ощущения, когда в момент выстрела сидишь внутри танка. Итак, мы готовим второй снаряд. Находим цель, производим заклад, цель, замер дальности, выбираем активное поле зрения, через которое будет производиться выстрел. По необходимости подстраиваем изображение. Так, вы выровняли перекрестье свое с перекрестьем мишени. Подстраиваем видеоизображение. Навели резкость, как мы говорим в таких случаях. После этого выходим на связь с цирковным литром. Первое – танк, заряжание готов. Команда получена, кнопка взвод нажата, пушка заряжена, указательный палец правой руки на кнопке выстрел. Не трясанет? Если готово, можем выстрелить. Мы готовы, наверное. Первое – я танк, выстрел готов. Несколько секунд ожидания тянутся, словно вечность. Мы впервые показываем работу танкиста «Арматы» в режиме боя. До этого момента даже подготовка к стрельбе была строго засекречена. Выстрел готов. Огонь? Огонь. Готов? Огонь. Нет щита. Нет щита. Выстрел произведем. Вынесли. Так все-таки, если бы сейчас выстрел был бы из обычного танка, трясануло бы побольше? Слышалось бы больше в сиренном танке. Ну, отдача, надо сказать, что небольшая. Очень мягкая. Очень мягкая машина. «Армата» идеально распознает цель не только днем, но и ночью. А теперь от ночных стрельб переходим к ночному прицеливанию. Я прошу операторов выключить свет и погружаюсь в кабину танка. Обращаю ваше внимание, сейчас в танке никого нет. Я один влезаю в него. Несмотря на то, что в танке сейчас никого нет, мониторы работают. И вот, обращаю ваше внимание на вот этот монитор, что мы видим? Мы видим, что происходит наблюдение за неким движущимся объектом. В данном случае за автомобилем. И несмотря на то, что здесь, внутри, повторяюсь, в танке нет никого, «Армата» идеально точно ведет заданную цель. Это называется режим автоматического сопровождения. Сказали танку сопровождать цель, он и сопровождает. Но и это еще не все. Автоматизированный прицел – это лишь малая часть общей идеи максимально перевести танк на дистанционное управление. И то, что вы видели в нашем фильме, максимум 1% того, на что способна «Армата». Так что «Армата» еще удивит. Ведь по старой тагильской традиции возможности вновь создаваемой машины всегда оказывались много больше того, что конструкторы обещали на словах. И как бы ни старались оружейные конкуренты за рубежом, «Армата» всегда будет на несколько шагов впереди. Спасибо. 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 Спасибо.